Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Танюша, это о чем мы поговорим на сегодняшней передаче? Говорить мы сегодня будем о синяках. Не потому что бьет меня кто-то, а потому что часто люди, наблюдатели, замечают, что даже забыли, откуда поставили синяк. Раз надеваем какие-то уже летние маечки, смотрю, здесь синяк, здесь синяк, здесь синяк. Откуда они берутся? То есть мне не больно, когда я их делаю, я не фиксирую, когда они делаются. Я поговорила с народом, многие страдают. И кто-то умный говорит «сосуды». Я говорю, ну понятно, я тогда к Малахову, он мне сейчас все расскажет. Сосуды и не сосуды. Хорошо, я согласен. И остается просто добавить, что когда ставишь синяки, вроде бы и непонятно где и как ударилась. Да. Но в конце концов неприятно, что они есть. Да, в конце концов. Кто тебя, говорит, хватал за такие места? Вот, оказывается, действительно... Семья разваливает, тебе же спасать надо. Оказывается, что такое действительно синяки? Синяки – это проблемы с сосудами. Почему-то наши сосуды становятся хрупкими и, естественно, любой какой-то толчок, они начинают ломаться. Ломаться, кровь выходит. Да, и получается вот эта вот лимотомочка, которую мы видим в виде синяка. Так вот, оказывается, в чем же проблема? Проблема, опять-таки, в нашем питании. Для того, чтобы наши сосудики были эластичными, чтобы они были такими молоденькими, хорошо пропускали кровь, оказывается, должны в пище содержаться два основных вещества – витамин В, рутин и витамин С, которые вообще дают нам крепость в нашем организме. И если их не хватает, то и наблюдаются вот эти вот синяки. Потрясающе. Послушайте, есть же такие синтетические витамины, которые продаются в аптеках. Вот, вот. Бог с ними, как они называются. Смысл в том, что в составе именно этих вот поливитаминов находится как раз вот этот рутин, витамин С. Но витамин С, ну, вроде как все знают, что он должен быть. Некоторые еще по старой советской детской привычке во взрослой жизни едят эти драже. А где брать рутин и что он дает, ну, как бы, откуда у него растут ноги? Хорошо. Сейчас мы узнаем, откуда рутина растет ноги, что он делает и так далее. Но прежде чем приступать к объяснению витаминов В и С, я должен одну важную вещь сказать. Дело в том, что синтетические витамины, они по самому действию намного слабее, нежели естественные витамины. А на сколько? Или во сколько раз? Я думаю, что в некоторых случаях могут в 10, а то в 20 раз. И, кстати, кстати, очень важно понимать, что синтетически они хуже усваиваются. И, как правило, когда мы их принимаем, мы просто-напросто днем в туалет и вдруг замечаем, что наша моча становится желтого цвета. Того витамина, который мы съемим. Очень желтого. Да, но она должна быть такая чистенькая, а тут она какая-то, знаете, мутная. То есть это говорит о том, что этот витамин просто-напросто транзитом проходит через наш организм. И более того, если мы с вами, значит, большинство витамина С содержится в шиповнике, витамина В содержится в свежей зелени, съедим шиповника, съедим, значит, этого зелени, никакой передозировки не будет. На всех упаковках синтетических витаминов сразу дано предостережение. Они могут вызвать передозировку и в некоторых случаях даже отравление. Так вот, основная роль витамина В заключается в укрепляющем действии именно на капилляры. Чтобы проницаемость у нас капиллярного русла была сведена к минимуму, потому что кровь не уходила. И как раз витамин В повышает прочность капилляров и улучшает их эластичность. А вот сколько этого витамина В имеет смысл есть? Вот Вы говорите, что есть дозировка в этих витаминах синтетических. А значит, в внутренних источниках витаминов, в общем-то, отсутствует потребность следить за объемом. За объемом, правильно. А потребность витамина В точно не установлена, но установлено, что соотношение витамина В и С должно быть таково, что его должно быть витамина В в два раза меньше, чем витамина С. Тогда они работают так, как мы. А они вообще впали хорошо? Да, да. И, оказывается, природные продукты как раз и содержат их в том количестве, в том виде, в котором они и нужны для нашего организма. А где этот витамин В, витамин Рутин встречается? Он встречается у нас, ну, прежде всего, в клюкве как раз ты держишь. Кстати, здесь же и витамин С имеется. Вот я читала в вашей книге про ягоды, про клюкву, про черную смородину и крыжовник. Да, да, да. Это черника, смотри, Рутин скажет, черника. Ягодная, в общем, такая штучка. Черешня, крыжовник, клюква и вишня. Вот, кстати, то, что окрашено таким красненьким пигментом, как раз он и содержит вот этот удивительный витамин, на рутин, наиболее лучшим для организма в виде. И, кстати, и здесь же, вот видите, вот этот пигментик у нас, да? Ну, по красной крови похожше, а мы-то гамиляры восстанавливаем. И, кстати, здесь же содержится и витамин С. И вот, что еще интересно сказать. Если какие-то продукты, они обладают разным вкусом. Кисленька. Кисленька. Да. А что делает кислый вкус? А что делает кислый вкус? Оказывается, кислый... Горкий вроде как сушит. Вот. Горкий сушит. А кислый задерживает воду в организме и способствует тому, что наш организм, наводняясь водой, делается более эластичным. А. Удерживая воду. То, хорошей водой. Потому что бывает, кто такая плохая вода, если начинает говорить, эти магнии, потому что у вас много лишней воды. Ну, не магния, а больше всего калий там. Калий, да? Калий, он содержится у нас в различных сухофруктах, особенно в сушеных абрикосах. Его хорошо используют в сушеных яблоках. И лишняя вода будет отлично выходить. Я думаю, мы, конечно, может быть, встретимся на эту тему. А сейчас синяки, синяки, синяки. Хорошо, синяки, синяки. Так вот, смотри, а теперь витамин С. О, витамин С все знают. Капуста, шиповник, цитрусовая, грейпфрут, земляника, картофель. Картофель? Да. А петрушка? Петрушка, укроп, черная смородина, спинат. Конечно, наибольшие всего его там в сухом шиповнике, черная смородина, земляники, капусти и укроп. Это, кстати, и в лимон его достаточно. Слушайте, тогда получается, целебная кулинария рекомендует для эластичности сосудов варить любые блюда, где есть те продукты, которые мы перечислили. Хочешь в таком виде, да? Хочешь в сиком. И как раз мы сделаем. Дело в том, что если это все будет в вареном виде, термическая обработка наиболее сильно разрушает как витамин П, так и витамин С. Потому что это витамины водорастворимые. И, кстати, все водорастворимые витамины, они как хорошо усваиваются, так и хорошо разрушаются. И если, вот, кстати, дело в том, что рутина относится к витаминам группы В, эти витамины действуют на наш организм как такие могучие жизнедатели, которые улучшают все процессы в организме. Как только их становится недостаточно, наш организм, чтобы он не получал белки, углеводы, сахара и так далее, он работает гораздо хуже. Он не может это все усвоить. Ему нужны витамины. То есть витамины, это как раз активируется эти ферменты. А скажите, Геннадий Петрович, по каким признакам люди могут понять, что у них мало витамина С? Вообще, это удивительные диалоги, и они реально из жизни. Разговариваю с приятельницей, она говорит, может мне витамина С попить? А-а-а. Ну да, 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 может быть я куплю какие-то хорошие поливитамины, и вот буду, значит, к лету готовиться, там, и магний, и калий. И я говорю, а чего вы все их перечисляете? Вы сами-то что хотите? Я понимаю, что люди стремятся, но у них мало базы. Они плохо понимают, почему они хотят тот или иной витамин. Есть ли признаки, по которым стоит понять? Я о своих призналась, стали возникать снеги, и все понятно. Клюква, вишня, смородина. Вперед, Таня. Да, вперед. А вот признаки... Кому надо попить витамина С? Первое, это наступает, вот мы начнем с первых признаков, и более легких, и закончим более тяжелых. Первое, это частые простудные заболевания. Да, да. Нету сил бороться. Оказывается, витамин С дает такие могучие силы бороться с этим, да? Далее, это упадок сил. Общий. Общий. Апатия. Далее у нас идет интересное. Это когда мы чистим зубы, кровоточивость десен возникает. Вот. Если мы на все это, как бы сказать, смотрим спустя рукава, далее у нас начинают шататься зубы, и возникает так называемое явление цинга. Да, да, это уже крайне проявлено. То есть мы начали с простуды и пошли вот уже до темы. Поэтому, если хотите, чтобы у вас зубки были целыми, не шатались. Если, чтобы не было простуд, чтобы была высокая работоспособность и хороший иммунитет, надо обязательно использовать в своем питании такие продукты, которые содержат витамин С естественный. Дело в том, что существует огромное заблуждение между искусственными и естественными. Я уже сказал, что где-то разница колоссальна. Усвоение, да. Усвоение. Наш организм привык получать вот эти все витамины, то есть вот эти вещества, которые здесь содержатся, в таком виде эволюционно приспособлен наш организм все добрать из пищи. А что такое искусственная таблеточка? Это уже какое-то кристаллическое вещество, которое лишено воды, которое лишено других веществ, которые идут в связке, способствуют усвоению и выведению. Ну тоже не дураки, наверное. Тоже как-то придумывали молекулярную основу этих таблеток, чтобы они переваривались. Хорошо. А будем так говорить, уж не будем глупыми называть ученых, но они пошли по такому пути и думают, что наш организм, знаете, ну как своего рода какой-то механизм, который все там усвоит и переварит. И я простой пример привожу. Вот мы берем яблочко. Кстати, в яблочке содержится и витамин С, ну конечно не в таком большом количестве, и витамин П. Яблочко, Танюша, съест, все усвоится и все нормальненько. И даст ей красоту и здорово. Если это яблочко, оно содержит, ну смотри, как они считают, оно содержит, допустим, там 100 калорий, ну к примеру. Вот так вкусно, расскази, я его помою. Хорошо, помою, помою, помою. Вот. И если это яблочко, мы с вами положим и начинаем его запекать в печке без доступа воздуха, это яблочко обугливается, сохраняет все, значит, калории, которые имелись, потому что все это, знаешь, как определяется, в калориометрическую печь кладется, сжигается и измеряется количество калорий. Так вот. Держите. Вот это яблочко, ну допустим, мы усвоим, да, мы его положили в калориометрическую, в печку, в эту печь, да. Значит, превратили его, обуглили, и оно содержит тоже 100 калорий. Но можем мы съесть этот уголь или нет. Тан-дан-дан-дан. Ну, и сразу все становится на свое место. Да, сырые, сырые, настоящие. То, что мы можем усвоить отсюда, мы не можем усвоить из синтетических витаминов. Раз. Далее, то, что здесь содержится в свежем виде во время термической обработки, а витамин П и витамин С очень чувствительны к термической обработке, они просто-напросто как белок яйца сворачиваются и становятся гораздо труднодоступными для нашего организма. И в результате это все вроде бы должно содержать, но мы съедаем, оно не усваивается. У нас нет этих механизмов. Запечатали мы этой термообработкой. Все запечатали. Есть еще один интересный факт. Кстати, витамин С, который мы поедаем с яблочком, с зеленью, с грейпрутой и так далее, он, значит, предупреждает некоторые формы онкалорий, уменьшает количество холестерина, который у нас появится, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, образование тромбов и аллергии. Когда это все нормально, у нас все это переваривается и сгорает, как только это в виде вот этих вот веществ поступает в организм и болтается по крови, потом выводится с почками, как я сказала, в виде желтого какого-то образования, что она делает? Оно вызывает аллергию. Это вы про синтетические эти витамины. они могут образовать аллергию. Съел пол пачки, пожалуйста, покрыться какой-то крапивницей. А ты съел килограмм яблок и ничего. Вот. И ничего, понимаете? Ничего плохого. Да, ничего плохого. Слушайте, я хочу добавить такую женскую нотку. Смотрите, конечно же, в разных аптеках разные цены. Допустим, там 200 рублей какой-то витамин. Ребята, килограмм клюквы, ну у всех по-разному, но вот у меня на рыбе стоит 140 рублей. Килограмм! Вопрос только, как у нее есть? Я уверена, что многие ее любят и верят, и знают про ее пользу. В морсе могут, но в морсе тоже. Во-первых, термообработка, о которой мы говорили. Во-вторых, там такая сладость, она, конечно, вот лично у меня, да, вот я сладкая, редко ем, ну вот сегодня выпил молочный коктейль, сладкий, в магазинный. У меня прям пленка в горле стоит, то есть вот этот сахар как-то прям, он прям мешает мне. Сахар сушен, к сожалению. Да, вот. Вопрос, как сделать эту клюкву вкусной? Ну вот правда, как ее сделать вкусной? И вот, для этого, да, и для этого как раз и существует наша целебная кулинария, для того, чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него вкусный, вкусное и полезное блюдо, которое будет укреплять наши сосуды. Итак, мы с вами примерно взяли грамм 100, 150, 200 может, может даже 200, да, клюкву, сразу витамин П, витамин С, который будет укреплять наши сосудики, десны сделать хорошую. Теперь мы берем всю зелень. теперь мы берем зелень. Так, тут осторожненько, все это тут какая-то леска нет. Леска нет. Опа, есть. Сидим мы сразу вот столько зелени. Я сразу? Да. Ну я буду целый вечер салфу не подтягивать. Да, 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 да. А вот в нашей целебной кулинарии мы это все сделаем. Слушайте, вот те, кто смотрит нас сейчас в первый раз, они, наверное, в шоке. В шоке? Ну это, говорит, они закладывают в блендер. Зелень. Зелень. Причем какую зелень? Петрушку, укроп. Они, говорит, еще кинзу туда положили. Ну то есть то, что едят с курсами, помидорами. Да, да, да. И смотри, мы даже можем с тобой добавить корочку. Лимончику? Да. Она мытая? Да, да. Она мытая. А не будет ли кислой? И клюквы это кислые, и лимон это кислый? А мы сюда добавим еще меда для того, чтобы у нас это все не было кислым. Ну то есть чесненько. Давай. Это мы сюда. Да, можно, можно все это допомни, пожалуйста. Давай. Готовим. Дайте я тем, кто вот впервые сегодня на нас смотрит, скажу, вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смуси. Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для тех, кто... Иммунитета. И для иммунитета, вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере мало. Должна быть основа. Основа. И это основа кисломолочный жидкий напиток. Но я вот каждый раз, когда покажу, Геннадьевичу говорю, давайте на ряженки. Вот такая вкусная. Давайте ряжем. Но можно и на кефире. Можно на кефире. На любом кисломолочном продукте. А зачем мы добавляем творог? Вот я не могу понять. Творог. А творог мы можем и не добавить в этот раз. Да, мы можем его идти абсолютно без творога. Творог, конечно, мы можем добавить для того, чтобы у нас еще это было более сытное, более, так сказать, полезное. Чтобы у нас лучше волосы росли, ногти росли. Добавим. Хорошо, потому что здесь как раз полноценные белки содержатся, легко усваиваемые. И зелени они будут усваиваться великолепно. Кстати, мы можем сюда... Не много ли вот этого лимончика? Я прям смотрю... Лимончика? У меня сводят руки так же, как скулы. Хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что вае тело уже показывает невозможно. А сейчас мы посмотрим как раз, как это можно или нет. Так, и мы сюда можем еще добавить... У нас витамины группы В содержатся в проросшем зерне. Мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна, который обогатит нашу смесь, сделает ее более целебной. Итак, добавляем. Это вообще потрясающая штука. Это самое проросшее зерно. Геннадий Петрович проращивает это зерно. Сколько лет? Пока Геннадий Петрович в холодильник пошел за зерном. Я вспомнила, сколько лет проращивать? Уже лет это... Десять. Десять, я хотела сказать десять. Вкуснотища. Надо новую порцию наверное сделать, да? Сделаем. Едоков там много в целебной кулинарии. Опа! Да. И хватит. Давайте так чуть-чуть этого творожка. Творожка, давайте. Творожка. Окей? Окей. Кладем творожка. Может добавим тогда нарежение? И угостим всех-всех-всех-всех, кто находится в студии программы целебной кулинарии. С удовольствием. Мед. Мед таежный. Мед таежный. Таким прислали. Темненький. Ух ты. Так, 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 так. Это мне уже все нравится. Уже все нравится, да? Я вам так скажу. Вот с этой вкуснятины лечить сосуды и восстанавливать эластичность капилляров милое дело. На завтрак, на обед и на ужин. Опа! Теперь остается нам включить. И клинок. Давай. Кстати, корочки, которые я сюда положил, они придадут особый аромат, но этот же аромат говорит о том, что эти, эта наша смесь будет обладать бактерицидными волосами. Красивый. Сейчас я попробую. С такими пупырышками. Ну как? Можно еще меда. Еще меда? А я не очень люблю сладкое. Хорошо. Если ты любишь кисленько, попробуй. Если да, то мы разливаем и пьем. Ну и что? Еще меда. Еще меда. Ну вот я так и сказал. Меда еще надо. Еще меда, да. Потому что для меня лично вот клюква с лимоном в паре оказались очень таким сильным. Так. Вот видите, всегда пробуйте перед тем, как непосредственно разливать. Угощаем всех, да. Попробуйте, какой нам вкус получается. Сделаем корректировочку и все, у нас получится как надо. И все. Отлично. И разливаем по-моему. И уже разливаем по-моему. Угу. Попробуй. Тепереча. Тепереча. Как она? Мне кажется, я в этом я могу плавать не только. Все? Не только. Нормально? Очень вкусно. Спасибо. Вот так. Слушайте, ну это же прям животворящая какая-то история. Проросшая пшеница живая, клюква живая, лимон живой, зелень живая, ряженка с творожочком. Хорошо? И вкус получился очень хороший. Очень хороший. С вот таким вот ароматом цитрусовых. Аромат цитрусовых. Мне кажется, даже я слышу петрушку. Ну, знаете, если медленно заживают вот эти ранки, ссадины, говорят, что мало витамина С, вот такой напиток вперед. А если синячки... Все будет заживать, и синячки будут исчезать. Меняем синяки на вкусный напиток от целебной кулинарии. Спасибо большое, Витрич. Здорово. Доброго вам здоровьица. Смотрите нашу кулинарию, используйте наши блюда и здоровейте вместе с нами. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!